Школа будущего глазами ребенка. На протяжении трех дней ребята из всех образовательных учреждений округа мечтали, спорили, выдумывали, творили и визуализировали свои смелые проекты о том, какой должна быть современная школа. В финальный день они представили их жюри – главе муниципалитета, его заместителям, организаторам и единороссам, которые посетили мероприятия в рамках проекта «Новая школа». Вы же все прекрасно видите, что мир очень быстро меняется и трансформируется экономика, трансформируется наука и технология, меняются принципы геополитики, конкуренция становится все жестче и острее. Для того, чтобы победить в этой конкурентной борьбе, нужно становиться самым чутким, самым внимательным, самым креативным, уметь быстро адаптироваться ко всем вызовам новым и к новой реальности. Наши школьники доказали, что готовы к любым вызовам. 10 видеороликов, 10 презентаций, 10 креативных предложений по решению наболевших задач. Школа – это не только образовательная организация, но и активный участник в личностном, ментальном и профессиональном развитии каждого ученика. Ученики не понимают учителей, а учителя не понимают современных трендов, не понимают современную культуру, из-за чего мы не можем общаться на одном языке. Традиционная форма обучения устарела. Ученикам скучно приходить на уроки, а учителям неинтересно преподавать один и тот же материал изо дня в день. Поэтому у нас есть решение. Психологическое благополучие, причем как учеников, так и учителей. Устранение барьера между ними, создание общего культурного поля и комфортного пространства в школах. Защита каждого проекта для ребят стала бесценным опытом, уверены организаторы. Вот те ребята, которые принимали в этом участие, они сейчас получили такую прививку надолго, прививку того, что у них есть голос, они могут что-то менять, у них есть силы, энергия, у них есть поддержка, поддержка команды. А так как в зале присутствовали директора всех школ, эти проекты точно будут услышаны и воплотятся в жизнь, пусть и не сразу. Те идеи, которые прозвучали, они достаточно идеализированы и применить их 100% в наших реалиях, конечно, уже невозможно. Но идеи все прекрасны. Поэтому выделить лучший проект было непросто. Но вот они, ликующие победители. Поздравляем, ребята! Проект команды «Барбара» по праву занял первое место. Наболевшая проблема, профориентация школьников, необычная подача, артистичное выступление. Грамоты, билеты на концерт «Жара Кулфест» и масса новых друзей и позитива здесь получил каждый. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Прямо сейчас! Прямо сейчас!